Сейчас время сеяния, и эти годы я сею Слово Божье. Реформация начинается с информации. Вначале было Слово. И мое служение последние годы, особенно последних 7 лет, это ярко выраженное именно сеяние. Очень мало пока жатвы, мало пока священников становятся в ряды обновленчества. Но, по крайней мере, то, что я сею, заставляет думать. То есть, реформация, это, наверное, всегда начинается с того, что люди начинают думать своей головой. И это очень ценно. Так было 500 лет назад при Мартине Лютере. Так сегодня, при реформации 21-го столетия, с московским патриархатом отношения официально у меня нет отношений. Но неофициально, именно на таком личном уровне, общение со священнослужителем происходит регулярное. С киевским патриархатом примерно так же. То есть, на личном уровне со священниками общение есть. Но вот такого официального общения, как бы такого межконфессионального, пока нет, к сожалению. Но, в общем-то, не то, что я рвусь вот сейчас на такое большое общение. Но, мне сейчас больше интересуют сами священники, которые несут служение пасторское в своих храмах. И очень хочется, чтобы не слепые вели слепых в яму, а чтобы прозревшие люди, те, которые пережили Бога, чтобы они несли спасение. Епархия наша, она небольшая, включает в себя несколько священнослужителей. Здесь, в Киеве, и так по Украине, и вот с этого года, по милости Божьей, и вот Румыния. Но, знаете ли, я верю, что Господь, Он открывает двери сейчас. Не то, что верю, это вижу, очевидно уже. Открывает двери. И хотя последних 7 лет отружусь больше в России, и сегодня сложнее становится, все сложнее и сложнее там работать. Но, потому что свободу совести сегодня в России, думаю, многим это не секрет. Она уже, как бы, закрывается во многом. Но, с другой стороны, время сейни, это очень такое важное время. Я с удовольствием встречаю многие священников и на Дальнем Востоке, в Сибири, в Якутии, по всей России фактически. И по Украине также. Встречаю священников, которые смотрят материалы эти, которые, мои семинары, какие-то проповеди. И мне это очень ценно, что священники начинают переосмысливать свое служение. Некоторые священники пережили такое духовное возрождение. И это очень ценно. К сожалению, я еще раз подчеркиваю, что очень мало, к сожалению, пока вот я вижу такого плода, которого хотелось бы мне увидеть. Честно говоря, моя мечта была как можно быстрее увидеть сотни и тысячи священников спасенными. Но жизнь показала, что не так все быстро происходит, как вот хотелось бы. Может, еще вопросы есть, кстати? Нет? У вас или вы? Кстати, очень интересно. В некоторых школах библейских мы делали нечто подобное. В конце занятия, допустим, вот я недавно был в библейской школе Ассамблеи Бога в Нижнем Новгороде. И там 20 уроков было, а 21 урок мы сделали вот в таком формате. Вопросы, ответы. И выходили студенты сами. Мы сделали специальную такую запись даже. Такую. Выходили вперед к доске и говорили о том, что им понравилось, не понравилось. Вот в этом курсе истории христианства. И какие они для себя выводы сделали. И как это им пригодится в дальнейшем их служении. И были очень интересные такие замечания. Я бы так сказал. Слава Богу. Люди думают. Это очень ценно, очень важно. Слава Иисусу Христу. Аминь. Слава Иисусу. И как православный реформатор, я скажу, что словами Мартин Лютер Кинга скажу. У меня есть мечта. У меня есть большая мечта. И моя мечта, она большая на самом деле. Давайте будем мечтать вместе. Сегодняшним вечером будем мечтать вместе. Будем мечтать во Христе. И не только. Мы не просто будем такими, знаете ли, духовными маниловыми. Такими, знаете ли, маниловщина такая. Как у Гоголя мертвых душ. Знаете ли. Мечтать и ничего не делать. Палец за палец не ударить. Но мечтать и делать. И вместе с Богом осуществлять эту мечту. Вот такая мечта, я думаю, она, это великая ценность. Слава Богу. Когда люди мечтают и делают. Все делать необходимо, чтобы эта мечта осуществилась. Потому что вера есть. Это не просто мечтать, смотреть небо и звезды считать. Знаете, если бы Абрам только так и поступал, до сегодняшнего дня ничегошеньки бы не сдвинулось. Но он не только смотрел на небо и удивлялся этим звездам. Не только смотрел на песок и был в шоке от того, какое будет его потомство. Но он предпринимал шаги определенной веры. Слава Богу. Он действовал с Богом. И мы не только мечтаем, мы действуем. И тот же самый Мартин Лютер Кинг. Он не просто мечтал. Знаете ли. Если он просто мечтал у себя в церкви, в своей бактистской церкви, закрывшись в четырех стенах. И мечтал. Вот. Я мечтаю об Америке. Когда и черные, и белые будут вместе Бога славить. И когда не будет расизма. Когда люди разных рас, наций вместе, взявшись за руки, будут Иисуса Христа прославлять. Когда черные студенты не будут, знаете ли, комплексовать. И будут на равных учиться в библейских семинариях. Когда, ну и много-много, о чем мечтал Мартин Лютер Кинг. Но другие тоже мечтали. Но они не выходили на улицу. Они мечтали в своих церквях, мечтали у себя дома. Но Мартин Лютер Кинг, он вышел на улицу. Он сделал шаги конкретные. И, знаете ли, враг ополчился. Там весь ад восстал. Знаете ли, но слава Богу. У этого человека хватило духа, хватило мужества пойти дальше. И когда был объявлен, насколько я знаю, в музее был как раз Мартин Лютер Кинг. Когда в Атланте, в Джорджии, там говорилось, что когда был объявлен марш на Вашингтон. Город Вашингтон. То, знаете ли, даже друзья его ближайшие говорили. Да ничего из этого не выйдет. Ну, соберем мы тысячу, две, три, может быть, единомышленников здесь, в Атланте, в Джорджии. Где-то еще от ТНС присоединятся в группа верующих. Ну, и все, как бы. И оно тебе надо. Позорище будет, Охлеш. Да и те, кто пойдет, многие отступят. Многие уйдут в сторону, на обочину. Вернутся домой, к мамочке. И вообще скажут, оно мне надо вот так вот идти дальше на этот Вашингтон. Знаете ли, а там полиция. И, в общем-то, обещали арестовывать их снова, значит, бросать в тюрьму. Пригрозили, значит, были российски настроены некоторые, к сожалению, тоже офицеры. И, знаете ли, но, слава Богу, этот человек, он сказал, нет, мы пойдем на Вашингтон. Мы пойдем. И вот эта песня, которую Женя пел, да, очень часто под гитару, это было потрясающе. Наш отец Евгений, я уже тысячи лет не видел его, но он мне очень понравился, как он пел эту песню. Кто-то помнит. Силою от Бога. Это песня Мартын Рюкер Кинга, да, ну, ее так переделали немного, эту песню. Это один из гимнов американского пробуждения тогда. Силою от Бога, верою от Бога, мы преодолеем все в сердце Твоем. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с Ним преодолеем все. О, в сердце моем вера сильна, с Ним преодолеем все. Аминь. Аминь. Слава Иисусу, и мы преодолеем на самом деле все. И я когда, когда Женя Пера спел под гитару, это все, я, ну, меня очень сильно коснулось это на самом деле. А у них в семинаре, он учился тогда в корейском семинаре, да и там где-то на Героевне Пра, не помню. Да, Героевне Пра, да. И они там это пели студентами, говорят, очень сильно захватывало их дух, так вот, что мы преодолеем все веры в Бога. И слава Иисусу. Я поэтому скажу, что хотя тьма сгущается, но свет от этого не гаснет. Христос есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Сам Иисус Христос есть свет, просвещающий сидящих во тьме и тени смерти. И сегодня даже если тень смерти пускайте на эту землю, есть регионы на планете, которые в тени смерти на самом деле. Но, знаете ли, Христос и Иисус даже во тьме, он еще ярче светит. Слава Богу. Я каждый раз для себя это просто, ну, отмечаю. И в моей жизни, как христианина, и в жизни, наверное, каждого верующего, даже когда тьма еще более пустая становится, мы находимся где-то в тесных обстоятельствах, да, где-то давление, то благодать Бога еще более великая в нашей жизни. И мы как-то ближе Бога ощущаем. Я имел честь разговаривать, как-то общаться с одним братом, он уже ушел в вечность. Это Иван Петрович Федотов, один из героев веры вот нашего времени, знаете ли, вот наш Мартин Лютеркинг, вот такой епископ, не регистрированный к бесятническому братству в России. Он недавно ушел в вечность уже, вот на преображении Господня этого года. И, знаете ли, он много сидел за Христа в советское время, там, я не помню, но больше 20 лет он просидел за веру в общей сложности, все сроки, если взять его заключение. Его и отправляли в психушки в советское время, и много раз хотели убить его, знаете ли, и делали именно смертельные случаи, но Бог, вот я имел честь с ним общаться, когда, знаете ли, прочитав его книгу, я очень захотел с ним пообщаться. И я знал, что он еще живой, думаю, надо же, такой человек, ну он еще жив, хочется увидеть его еще на этой земле. На небе это одно, но хочется увидеть здесь на земле все-таки, хотя бы что-то услышать еще, может, для себя лично. И я вот набрался там смелости, поехал как-то к ним на Мала Ярославец, и пообщался, и, знаете ли, успел, успел застать его еще в теле, он уже ушел в вечность. Но, знаете ли, то назидание, которое я услышал, для меня это было, ну, вот, очень таким важным, и, скажу, когда он помолился за меня, на меня так по-отцовски возложил свои руки, знаете, такие теплые, большие руки. Он много работал физически, у него очень крепкий, здоровый человек был, хотя уже старый человек был тогда. И, значит, и, знаете ли, и помолился, когда благословил, и он говорил такие слова, что когда, вот, в его личной жизни, как христианина, да, когда были очень темные дни, когда, значит, на самом деле его и убивать много раз хотели, и в КГБ, значит, и в милиции, значит, и его, значит, он был в розыске в союзном, значит, и, то есть, жизнь была полна опасности его, очень часто близок был к смерти. Но именно в эти трудные моменты его жизни, это в 60-е, 70-е годы, 80-е, очень часто в этот момент Бог приходил настолько сильно в его судьбу, что, вот, просто диву даешься. Один раз, когда его хотели уже убить в душную камеру, закрыли, значит, и он задыхался. В этот момент, там, в этой камере издевались над некоторыми зэками, и нескольких людей закрывали там в этой камере, чтобы они задыхались до полу смерти, а потом открывали камеру, и оттуда их вытаскивали. И по несколько раз сажали в эту камеру, чтобы люди, значит, на грани смерти были, и чтобы они, ну, брали там какие-то, ну, сознавались в том, что они делали, допустим, или что-то еще. То есть, что от них требовало, допустим, милиция, КГБшники, и вот, значит, его в душную камеру закрыли, и он задыхался. Он чувствовал, что все уже, ну, вот, реально задыхается. И в этот момент чудо, белый голубь, вот как здесь нарисованность, я как посмотрел, как увидел, вспомнил этот рассказ. Просто голубь, откуда он там, все за решетками, как он мог пролезть туда, чтобы протиснуться, невозможно, это сверхъестественно. Возле него и на месте парит, и на него крыльями. Самое интересное, там в этой душной камере задыхались вместе с ним некоторые зэки, они это тоже видели. Они были неверующими, они были вообще безбожники. Но они видели тоже, что птица, откуда она здесь появилась вообще? Как она пришла, и как она ушла, никто не видел. Но она была, висела перед ним, эта птица парила на месте. И крыльями на него воздух насылала, и он, значит, не задыхался, и он пришел в себя, значит, и он чувствовал себя хорошо. И когда милиция открыла дверь, значит, он вышел не будучи задушенным, не полудохлый вышел, а живой, здоровый, целый, невредимый вышел, значит, ну, в здравии совершенно, как будто его не удушали там. И знаете ли, другие случаи рассказывались, очень страшные случаи, конечно, тоже. Я кое-что читал о нем, перед тем, как с ним познакомиться лично. И вот я хочу поделиться тоже таким рассказом. Когда в 60-е годы, когда издевались тоже над верующими, там, специально кормили такой едой, значит, такой соленой. И потом разносили воду, значит, пить что-то разносили, а в этот раз не разносили. Значит, и до конца дня ничем не давали пить, значит, люди просто, ну, лезли на стенки. А вот, а Дух Святой проговорил нескольким братьям, там, верующим, чтобы они не ели пищу. Вот, потому что кто будет есть, то, значит, ну, могут, ну, люди умрут. Так и так случилось. Люди даже разрывали себя, с ума сходили, разрывали себя и кровь даже свою сосали, значит, то есть, ну, безумие было у людей. Вот, значит, и некоторые умерли, вот, в такое обезвоживание, страшно очень было, ну, пытка такая. Вот, но те, кто послушался Духа Святого, и те, кто не ел эту пищу, они все выжили. И никто из них не поврежден был совершенно, ни с ума не сошел, значит, не умер, значит. И, знаете ли, я скажу, что в наших обстоятельствах разных, в нашей жизни, мы, конечно, ну, по милости Божьей живем сегодня в свободном мире, хотя порой всякое тоже испытываем в своей жизни, но Господь заступается, знаете ли. И скажу, что мы не до крови сражаемся сейчас, и время сейчас мирное, слава Богу, но Бога от этого меньше не становится в нашей жизни, слава Богу. Зависит от нас, насколько мы готовы открыться перед Ним, насколько... Нормально, все ближе. Я понял. Насколько мы готовы открыться пред Богом, да, и насколько мы готовы, ну, на самом деле, жаждать Его. Иван Петрович, я спрашивал также еще, между прочим, потому что у меня тоже не все так ровно в жизни, и иногда Бога много, иногда мало. Я говорю, вот так, Иван Петрович, почему, говорю, вот, иногда вот близость Бога такая ощущается, иногда вот по жизни чудеса такие происходят, а иногда как-то, как-то пусто. И он тоже сказал из опыта своего, что когда вот его добило, обстоятельства внешне, да, вот Бог каким-то особым образом, Он давал больше и больше благодать. И во время затишья такого просто надо сохранить вот сердце верное такое, любящее, ну, молиться, благословлять Бога, благодарить Бога. И, наверное, самые великие из нас, те, которые во время мирное, могут, на самом деле, оставаться с Богом, и не так, что я в тревоге, так до Бога, а на самом деле, в будущем здравии, значит, в богатстве, в хорошем положении, и однако же оставаться благодарными Богу, и любящими Бога, и верными Богу. Слава Иисуса Христа. И, дорогие друзья, моё назидание, знаете ли, какое было сегодня? Вот то, что я рассказал, это одно, но я только что приехал с Луганщины, был в Луганской области, город Свердловск, и там был в Пятиэтнической церкви, проводил семинар, служение, и тоже было очень хорошее общение, назидательное для меня личное общение. Я делился тем, что Бог на сердце положил мне, я делился больше свидетельством о живом Боге, потому что там были живые люди, были те, которые испытали Бога в своей жизни уже. Там были христиане разные очень, там были цыгане вчерашние, вот эти вот преступники, воры, разные люди, которые испытали Бога в своей жизни, которые уже давно читают Библию, молятся, слава Богу. Господь их уже поменял во многом, и они сегодня, некоторые из них уже хорошие служители, но я делился тем, что Бог совершал в моей жизни свидетельство Бога живого. И знаете, скажу, что у каждого верующего, у каждого христианина есть вот это свидетельство, что Бог делал в его жизни, и сделал в его жизни. И когда я вот общаюсь со священниками, в частности, вот с традиционными православными, я говорю о разных вещах, конечно, ну и меня воспринимают как реформатор. Ну знаете, реформация, она всегда вызывает контрреформацию, и чего греха таить, многим не по нраву, то, что я рассказываю. Я говорю, некоторые священники мне прямо говорят, что ты ссор из избы выносишь, или грязное белье, значит, ворошишь, зачем о грехах этих говоришь церковных. Но знаете, допустим, о том же, там, многобожие, долопоклонство, антисемитизм и многих других проблемах. Но я говорю, это не просто грязное белье какое-то, или ссор какой-то из избы. Это проблемы, которые накопились, да, согласен, много столетий уже копились они, но кому-то надо все это вычищать. Это неблагодарная работа, но она очень благодарна у Бога. По-человечески, конечно, реформации никогда под обладесами это не происходит. Вызывает любое действие противодействия, мы знаем, мы диалектику знаем, но скажу так, что реформация с самого себя начинается. И я братьям, этим священникам рассказываю обычно то, что Бог совершил в моей жизни. Я рассказываю, когда теология не воспринимается, когда Библия не воспринимается этими людьми порой, то воспринимается именно то, что Бог сделал в моей жизни. Я это рассказываю, и это касается людей, и это производит какое-то все-таки действие. Я это прекрасно понимаю, потому что сам, когда был еще священником традиционно православной русской церкви, московского приорхата, я служил до 96-го года в традиционном православии. Знаете ли, я слышал порой некоторые рассказы от некоторых евангельских первых, когда стал общаться с ними, ну, встречаться, будем так говорить, то, конечно, я порой говорил глупости. Я говорил, допустим, одной женщине, которая мне сказала, что ее Бог исцелил. Вы говорите секта, я раньше очень категорично говорил, это баптисты, песятники, это все сектанты и прочее. И, значит, кроме православной церкви, притом нашего патриархата московского, нигде нет ничего там здорового и правильного. И, знаете ли, а эта женщина говорит мне, батюшка, вы говорите, что там, ну, секта, а меня Бог там исцелил. И она рассказала очень, ну, серьезное свидетельство, на самом деле. И глубоко внутри, потом уже задним числом так отматывая, я понял, что глубоко внутри, где-то я, где-то даже порадовался, где-то глубоко внутри меня что-то екнуло, что-то там щекнуло, что-то там кувыркнулось. Знаете, я, ну, где-то глубоко внутри, я сам себе это боялся в этом признаться, но у меня что-то отозвалось, что это Бог, что это, ну, без Бога здесь не могло не произойти вообще ничего этого доброго. Но я был ожесточен И, знаете, мое сердце было жестоко И я сказал, это женщина, я говорю, знаете ли, это вас дьявол, говорю, исцелил И лучше бы вообще вы умерли бы Потому что вас хотя бы можно было поминать, как-то вымаливать А теперь вы вообще в секте И наговорил кучу глупостей, знаете ли, язык без костей И вот такой наговорил, потом сам жалил, конечно, что наговорил эти глупости Но потом уже прошло время некоторое Я переосмыслил все это Да не только рассказ той женщины, другие рассказы, свидетельства И меня больше не теология даже касалась вот так вот поначалу А больше вот это свидетельство, то, что Бог сделал в жизни этих людей И по-хорошему это меня меняло По-хорошему, потому что я понимал, что Бог, Он где-то там тоже работает Бог где-то в этих людях тоже что-то производит А когда я попал уже я в первый раз на собрание К писятникам То это было тоже шоком таким Культурным шоком, конечно Религиозным шоком Потому что там не было икон Здесь вот что-то есть, допустим Там не было вообще ничего Ну, традиционная такая писятническая церковь, знаете ли Старых писятников, омоленцев, там, воронаевцев, можно так сказать И бабушки, дедушки пели псалом Они воспевали Бога Любовь Христа безмерно велика Начала нет и льется, как река И как волна лапсает берега И глубока, светла и широка И если б не было любви Любви Христа Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить И как спаситель всех людей любить Он возлюбил тебя, меня давно Он возлюбил и те, кто лишь одно Твердили нет и поднимали смех А он с любовью призывает всех И если б не было любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду вечно жить И как спаситель всех людей любить Аминь Аминь И, знаете, благодарение Богу Когда вот тот псалом звучал Этими бабушками, дедушками Он бился, знаете Я говорю, что у меня там все внутри переворачивалось Хотя, опять-таки, внешне я старался не подавать никакого вида Того, что со мной что-то происходит Но внутри все менялось И я скажу, что средительство И само присутствие Бога, оно меняет человека И вчерашние порой люди ожесточенные Вчерашние порой враги Евангелия Становятся друзьями нашими Друзьями Божьими Становятся детьми Божьими И чаще всего это работает на практике Вот за эти годы, я заметил тоже Именно через свидетельство И через присутствие Бога Порой, на самом деле Когда мы несем именно с собой Да, несем в себе вот это присутствие Бога Когда мы стараемся, на самом деле, об этом постоянно Да, то это меняет атмосферу А меняет людей вокруг нас Я это замечал много раз уже И я хочу тоже кое-что рассказать на эту тему И, знаете ли, вот меня это меняло Это сто процентов Я из вот такого традиционалиста Как бы, да Я постепенно, поэтапно От традиционализма к Евангелию Шел Вот таким путем И, конечно Здесь самую революцию главную Прозвела Библия Божье слово в моей жизни Как написано в Евангелии от Иоанна 8.32 Познайте истину И истина сделает вас свободными Вот познание истины Оно Эту реформацию мою Оно сделало Как бы безвозвратной уже Или как-то Сделало стабильной Сделало именно фундаментальной И я знаю От чего отталкиваться сегодня Я знаю от чего Почему я так верю, допустим, да Я знаю, почему Я несу такое служение сегодня Потому что есть слово примирения Есть Божье слово И я знаю, что Почему я так тоже переживаю За священников в первую очередь, конечно И несу слово Божье в первую очередь священникам И порой большим группам священников Потому что эти люди В ряса, с крестами на груди С нас особый спрос Эти люди идут впереди Если лидеры слепы То и ведомые они Чаще всего вместе с лидерами попадают в яму И каков поп, таков приход Если поп молится сидя Прихожане молятся лёжа Написано далее В поговорках русского народа И скажу, что на самом деле Здесь Это правда Это правда Божья часть людей Так неустроены Значит Ведомые Лишь очень немного людей на этой земле Именно те, которые способны вести за собой Серьёзно Но во Христе Иисусе, конечно, Бог меняет всех Он Вчерашний пассивно совершен на людей И равнодушных И по жизни постоянно ведомых Он становится лидерами Знаете ли, это то, что я очень много знаю таких примеров И Но тем более, если люди Будущие духовно невозрождёнными Они становятся в такую позицию именно Учителей В позицию пастыря Это трагедия Мне очень понравилась Кстати, на эту тему Лекция пастора СНД Об этом, кстати Он правильно сказал Заметил Я впервые-то в жизни слышал такую вещь Что слепой, который Просто слепой Это инвалид Он достоин сожаления Но слепой, который Берёт на себя роль поводаря Лидера Это уже преступник Таких нужно судить Это правда И вот в чём отличие Вот почему я понял Почему Иисус К одним слепцам Говорил очень ласково и нежно По-доброму А других там Почём зря вообще И вообще обличал И ему не попадаешься на пути Ни книжника Ни фарисея Ни саддуки Всем доставался на орехи Знаете ли И почему Потому что Он видел Что многие из этих людей Они занимали позицию Соответствующую Такую Лидирующую Помните даже Никодиму Уже Начинавшему Прозревать Слипцию Он сказал Что ты один из учителей Израиля И не знаешь Что тобой говорит Неужели ты не понимаешь Вся Тора Об этом ведь говорит Слушай Вообще Ты неужели не понимаешь Истину О новом рождении Свыше от Бога Новом рождении Новом сердце Новом духе И Я Бога благодарю Что это всё Совершается И Там В Свердловске Вопросы мне задавать Тоже некоторые люди И мы общались И молились вместе Я Бога благодарю На день революции Октябрьской Мы молились О ней реформации О том чтобы Была реформация На нашей земле Чтобы Не революция Не кровопролитие Да Значит Но реформация Чтобы Такая По слову Божьему Произошла на нашей земле Слава Богу И Знаете ли что Я вспомнил Такой эпизод Рассказал И вот сейчас Вам тоже рассказываю Когда Бог дал мне Чудесным образом Он даёт чудесным образом Кстати вот Спасибо Что сестра задала Такой вопрос Значит Именно Как вы общаетесь С разными Священниками Допустим Бог давал Пророчество Ещё в 97 году Что я буду говорить И в 98 Что я буду говорить Большому собранию Священников Православных Священников Честно говоря В то время Мне это меньше всего В жизни хотелось Если бы Сделали бы такой тест Психологический Те вещи Которые я хочу В жизни Которые я вообще не хочу То Эта карточка Была бы Где я вообще не хочу Я бы Вообще не хотел бы Этим заниматься Значит Проповедовать Как бы И Но Было пророчество И не раз Звучало такое Пророчество И Конечно Я переживал По этому поводу Но в этом пророчестве Было сказано В этих пророчествах Было сказано Много 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 Жды Не бойся их Не бойся их Не страшись их Я с тобою И прочее 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 Хорошо сказать Не бойся Значит И Но Прошло время Бог не то Чтобы Сегодня сказал Пророчество А завтра Уже тебя Вот Вот Дал микрофон И пожалуйста Говори Нет Было время Были некоторые Годы подготовки К этому всему Значит И Героями Не рождаются Да И генералами Ими становятся И вот Знаете ли Так получилось Что Бог Стал давать Возможности Говорить Разным Священникам При Очень Интересных Таких Мистических Обстоятельствах Я бы даже сказал Где-то на грани Мистики уже Потому что Были такие встречи За эти годы За эти Особенно Последних Семь лет Вот Специально Нарочно Их не придумаешь С некоторыми Иерархами Архиепископами В частности Значит Были встречи С иерархами Православной Церкви Московского Приорхата Я специально Не нарывался На такие встречи Бог Свидетель Я даже Вообще Не готовился Специально К таким встречам Но они С нами Стали происходить Эти встречи С группами С группами Священников Малыми И большими Группами Священников На епархиальных Собраниях Московского Приорхата Московской области В частности Одинцовского района И я говорил Слово Вы не поверите Это чудо Знаете Это было На самом деле Каждый раз Это экспромтом Элемент неожиданности Но я понял Так что Если бы я сам Быготовился Наверное Я бы в жизни Не приготовился Бог давал И дает Такие Импровизации Я Очень Богу Благодарен За это Мне очень нравится Как Геннадий Говорит Об этих Импровизациях Это правильно Наша тактика Такая Наше дело Такой реформации Что Здесь просто Так не высчитаешь Ничего Допустим Вот как было С архиепископом С одним Назовем его Н Насчет Традиционного Православного Церкви Я просто Заехал К одному Батюшке В гости С пастором Протестантской Церкви Этот священник Он был открыт Для общения И он сейчас Таким и является Он открыт Для общения И вот мы приехали В гости Просто В гости Попить чай И поболтать О том о сём О пятом Десятом И В общем-то Ну я хотел Подружиться с ним С этим священником Очень интересный Батюшка Еврей Кстати Значит И Очень такой Начитанный Священник И многие вещи Он говорит Я говорю Как же мощью Вас там Епархию привезли Там выставляли Ну вот Чё вот отец Я вот с фигой В кармане Иду к мощам Он многие вещи Понимает прекрасно Вообще Ну умный человек Знаете ли За границей бывал И прочее И знаете ли что И вот И мы Только там Чай Пьём Сидим Только начали Общаться Хорошо И вдруг Суматоха Какая-то Во дворе Вереница Автомобиля Подъезжает Больших Таких Автомобилей Разных И оказывается Мимо Проезжал Архиепископ Этой Епархии Вместе С директорами С первыми И вторыми Лицами Области Они Посещали Там какой-то Там Комбинат Там что-то ещё И вот Кто-то В сопровождении В свите Этого Архиеписка Сказал Вот здесь Священник Такой-то Мы здесь Никогда ещё Не были И вот Давайте Заедем Внезапно Нанесём Дружеский Визит И этот Священник Потом рассказывал Что Никогда Сокол Он уже много Там служит Никогда В жизнь Архиерей Не заглядывал Никогда Вообще В кое-то Веке Да ещё С такой Делегацией Нагрянул На мой Приход Значит И Ну хорошо Нагрянули А я В рясе В такой Чёрной Рясе С крестом В груди Вот Приехал Вот Этот архиерей Заходит Там все Благоставляют И говорит Ну На меня тоже Так Говорит Ну чей будешь Чей Такой Нарисовался Батюшка Неизвестный Так Ну вот Так Проездом Важно Все карты Сразу не Открывать Я говорю Вот сейчас С Тулу Приехал А Тулу А знаю Ну типа Пряники Смавары Что-то такое Вот Хорошо Ну и всё Он как бы Так вот Особо Так вот А на Пастора Вообще Даже как бы Так вот Особо Не отреагировал Ну мало ли Что за гражданин Там Присутствует И вот Значит И О том О сём Акадом Десятом Он стал Разговаривать С этими Первыми лицами Вторыми лицами Области Значит Там Много Суеты Вокруг Всякие Секретари Бегают Значит Там Всякие Декана Суетятся Приход На минуточку Стал Центром Таким Жизни Тогдашней Религиозной И светской Там Этой области А Я смотрю Немного На батюшку На этого Нашего Которому Заехали Я вижу Что он Вообще Очень хотел Чтобы этого Не было Да Я уж Пожалел Его Потому что Он понял Так меня Сейчас Вычислят И вот Ну ладно И дальше Все сели Значит За стол Матушка Посвятилась Там Самовар Бублики Архиерей Потребовал Что покрепче Этот Батюшка На меня Так покосился Я так Ничего Я Знаю Всю эту Кухню И Потом После Первого Не закусываем Им уже Весело И вот Этот архиерей Что-то На меня Я так Батюшка Ну ты Расскажи Как себе Чем там Занимаешься Вообще Что тебе Там За дела Привели тебя В нашу Епархию Как бы Может К нам Хочешь Присоединиться В нашу Епархию Хочешь И Я Я Я С Какой Карта Начать У Много Козырей Было Но Мне Интересно Было Со Столом Игроки Собрались У У меня одни козыряи, мне интересно, как уже произвести впечатление. Думаю, все сразу или так по порядочку открывать. Я решил по одному. Вот я служил там-то и там-то, ну, знаю-знаю. Потом там-то и там-то служил, ну, хорошо все. Потом, говорю, я по идейным соображениям вышел из Русской Православной Церкви. Потом, значит, переехал в Киев. Значит, вот я, ну, тоже вашего звания, реформаторской Православной Церкви, архиепископ. Я вижу, ну, кстати, вот, что интересно, у него самурайская выдержка. Хотя глаза выдали его, но у него была самурайская выдержка. Знаете ли, харакири он не сделал, конечно, значит, но... Вот, если светские вот эти вот чиновники там, значит, они не сразу въехали в эту тему, то он сразу, он сразу понял, что он влип. Он, я понял, что он внутри сразу отматывает назад все разговоры, что он там лично не проболтался. Вот это было по нему четко видно, что в глазах Ленка назад пошла. Это вот, знаете, и... Да... Ну, а этот батюшка, отец Георгий, тот вообще вот так сел, вот так вот. Вот все, бить их, все их сразу будут. Да. Ну, он на меня так... Ну, ну, так ты ничего, ну, типа, не горячись, мол, на меня так. Вот, но я стал проповедовать. Ну, думаю, сколько мне времени сейчас отмерено, я буду проповедовать, сколько будет. Но потом, понимая, прервут, значит, конечно. Я стал говорить, значит, о том, в кого я верю, что Иисус Христос, Спаситель наш, слава Богу, что, значит, вот сейчас я несу Слово Божье. Ну, и все, значит, и, значит, чтобы сменить тему, этот архиерей на, вот, как раз пастор, говорит, а ты кто хоть? Типа, а я пастор протестанской церкви. Там, в общем, приплыли. Картина Репина. Вот, ну, а потом они расстались, значит, этот архиерей уехал, там, со всей этой свитой, значит, я так подозреваю, что этих чиновников, там, вот эти, с области, думаю, не все они все поняли даже. Значит, что-то, что-то, что-то произошло, но у меня была уникальная возможность этому архиепископу, я немного слышал, и всякое, и хорошее, и плохое, и мне, у меня была возможность, знаете, ему говорить Слово. И вот этим людям, которые были там, я имею в виду, в первую очередь, религиозные люди, все светские там, что поняли, что не поняли, то, значит, они лишь поняли, что я, как бы, другой епархии, как бы, и по другому мысли, как бы, вот, значит, но, знаете ли, вот, эти религиозные люди, они поняли кое-что очень важное. И была у меня другая уникальная возможность такая, тоже, говорить архиереем некоторым, некоторым архиепископам, и это было чудо. Каждый раз это экспромт, последние годы это сплошной экспромт. И один раз было, в Московской области, я вам расскажу этот случай еще один раз, значит, в Одинцовском районе было собрание, епархиальное собрание. Ну, представьте, порядка сотни священнослужителей, порядка ста человек в рясах, и примерно столько же без ряс по гражданке, значит, собрались на большом ДК, значит, Ну, кроме священнослужителей, там были еще и такие представители изданий православных, значит, преподаватели семинарии, Академии Московской Духовной Семинарии, там был профессор, конь, значит, известные люди в Московской епархии, значит, и, в общем, Московском патриархате. Там были священники старые, некоторые, которые уже по 50 лет и больше священниками являются, то есть, это мастиды, такие протеереи, вот, и были известные некоторые священники тоже, которых, и некоторых, некоторых из них, ну, по крайней мере, одного из них точно я узнал, потому что я узнал, что это тот самый, скажу так, борец с сектантами, даже так. И вот, и получилось, что, значит, туда, на это собрание тоже неожиданно приехали 50-ники, там было три, по-моему, присвятера и один епископ, но они приехали вообще-то к местному священнику православному для разговора. Почему? Потому что местный священник, он уже творил уголовщину, значит, и были заведены дела уже уголовные, значит, по отношению к нему, он организовал кампанию преследования евангельских христиан там, в этом Одинцовском районе, то есть, это избиение верующих, это, значит, третирование на местах, это увольнение с рабочих мест, там, веры христиан, значит, и, в общем-то, он организовал через разных людей это все, и когда милиция арестовала в очередной раз эту вот группу, которая занималась избиением христиан, то руководителем группы был диакон местный, который и выдал священника с потрохами, значит, и, в общем-то, а женщина, которую последовательно с избили, она попала в реанимацию надолго, и в правом мире череп, значит, там, ну, православные такие фашистовующие молодчики, которые налетали, били евреев, били христиан евангельских, вот, и оказывается, во главе этой группы, он сам не выходил на улицу с рэкетом, но он посылал вот этих, вот этого диакона, и посылал своих прихожан таких активных ребят на вот такие рейды, и, знаете ли, конечно, десятки заявлений сразу после заявления той женщины пострадавшей, десятки заявлений другие верующие написали, и все пахло, ну, большим очень скандалом, и вот, значит, тот священник, он на попятную и стал просить прощения, и публично стал просить прощения, значит, и просил заявления все эти забрать, значит, и обещался больше не только не третировать верующих, наоборот, оставить в покое и, значит, даже сделать что-то такое общее, какую-то программу, допустим, чтобы в качестве примирения, то есть вот он успугался, видимо, серьезно резонанса этого всего. И вот епископ и братья-песятники там, три пресвитера, один, включая местного пресвитера, как раз церкви, которым очень много настрадал с этого батюшки, они решили заехать к этому священнику, он для общения, чтобы вот какой-то мостик, хотя бы небольшой, навесной, но мостик наладить какого-то общения, диалога. И вот, но этот епископ присяднический, он сказал мне, вот вы как консультант, знаток православия, вы поедете с нами, и мы с тем священником тоже, вы как раз познакомитесь, мы пообщаемся, вот что вы скажете после общения этого, вообще стоит ли там и прочее. И вот я поехал, я и братья, мы не знали, что попадем на собрание епархиальное. И это было епархиальное собрание. И архиерея не было. Епархиальное собрание было архиерея, не было. И один архиерей был, угадайте кто? Обновленческий, реформаторский, православный архиепископ пришел. А я взял, думаю, была не была, думаю, я там и клубок одел, значит, и по ноге, и крест, значит, там, ну, что бы. Ну, как бы, была бы ли, знаем. Вот, жалко, посоха не было еще. Я туда, значит, захожу, ну, вообще-то мы рассчитывали увидеть одного, двух, ну, максимум, там, может быть, трех батюшек, значит, местных, значит, ну, и пообщаться. Но собрание, священники были просто в ужасе некоторые, некоторые были в ужасе. И Бог дал слово для этих священников. Я наехал на это собрание. Я вообще не люблю наезжать на людей, честно говоря. И я вообще мирный человек, чаще всего. Но в тот день я наехал просто на это собрание. Знаете ли, я понял, либо нас побьют, либо мы побьем. Здесь просто так мы не разойдемся. И я решил просто-напросто говорить, воспользовавшись таким замешательством, потому что священники были в растерянности, они видели архиепископа, значит, я во всех регалиях, значит, зашел, значит, и я представил, что я обновленческий православный архиепископ с Украины. И многие из них, оказывается, меня знали уже, как потом выяснилось, по ходу разговора. Вот, и у одного из священников лежала такая Библия церковно-славянская. Я взял эту Библию, забрал так, и говорю, что вот давайте я буду говорить о том как раз. Мне слова не давали специально, я просто взял сам слово почему-то. И стал говорить, как будто бы я спикер этого собрания вообще. Хотя там это совершенно, я был просто, вот зашел и все, случайно при том. И так, ну, никто не прерывал, кроме вот этого профессора по фамилии Коль, никто не прерывал меня. А профессор взял и сказал, а Огут, Журавлев, мы знаем, кто за вами стоит, говорит. Я вижу, батюшкам стало дурно некоторым. Не знаю, что они там подумали, что за мной стоит, но батюшки подумали некоторым, лучше бы у нас здесь не было вообще. Вот, и, ну, я стал говорить такие вещи. Ну, во-первых, наехал по-хорошему. Я сказал так, что, говорю, большинство вот собравшихся, хотя священники в рясах, но еще не пережили спасение, возрождение свыше. Что наша задача, это нести слово Божье. А если мы называемся священниками, а ведем вот таким, ну, в епархии знали об этом инциденте уже. И об этом я так, уже так стал говорить, что вот местный священник организовал компанию Трамбли. Я говорю, это разве, ну, христианский служитель разве может опуститься вот на такое? Даже если мы не согласны идеологически, не согласны порой в доктринах, это не повод проливать кровь, биться, знаете ли, ну, мы же что, дикари, что ли? Если мы христианами называемся, то это не наши методы вообще, точно, 100%, это не наши методы. И стал говорить об этом, стал говорить о других вещах, что я, ну, представился, рассказал тем, кто не знал меня, что я говорю, так и так, я был, тоже, как вы говорили, был священником традиционно православной русской церкви. Я не был обновленцем, я не был реформатором, я меньше всего думал о том, что нужна реформация в нашей деноминации, я думал, что у нас все хорошо, и, ну, конечно, свои есть проблемы внутренние, но мы как-нибудь сами разберемся с этими проблемами. И, ну, ни в коем разе это не реформация, но в 96-м году я сказал этим братьям, сказал, что многие вещи мне стали открываться из Библии, из Слова Божьего, и во многих вещах, в которых я думал, что раньше, что я служил Богу, я понял, что я служил дьяволу. И говорю, многие, собравшиеся здесь, еще служат дьяволу, не понимают о Боге. И стал рассказывать эти вещи конкретно. Самое интересное, страх пришел на этих людей, какой-то животный страх. Я почувствовал это. Я почувствовал, что чувствует собака, наверное, когда ее боятся, допустим, да? Вот какой-то животный страх такой почувствовал в людях. Знаете ли, что? И я думаю, может, мне это показалось. Но когда, значит, мы уже были на квартире там местной, общались с верующими местными, евангельскими христианами, знаете ли, вот эти пресс-фитеры, они сказали, что мы увидели, что вы наехали на все это собрание, и они вас боялись, говорят. Они вас боялись. Я скажу так, что да, Бог, Он что-то произвел в этих людях. Я стал свидетельствовать. Я немного говорил, но очень много уместилось в это все. Скажу, что это экспромта пробовать совершенно было. Никак не подготовлено абсолютно со свидетельством и обличением, и мы призываем в конце к покаянию. Я не то, что приглашал выйти, но я сказал, что нужно покаяться, нужно исправиться, нужно покаяться, принять Иисуса Христа. И, кстати, о спасении, о возрождении свыше еще упомянул, что если не родимся свыше, не увидим Царство Божье. Эти вещи очень важны. И скажу, что после той встречи, у меня не было с теми священниками нового встречи, вообще в том районе больше не показывался Одинцовском. Я был в других районах Москвы, но не было на таких больших собраниях. Было на меньших собраниях. 20-30 человек, но тоже бывало на таких собраниях. И тоже экспромтом. И скажу, что многие священники, они сегодня, сегодня век информатики, они сегодня смотрят проповеди. Я Бога благодарю за записи, которые в моей проповеди в сети сегодня выложены. И я сам стараюсь выкладывать, что могу. Многие братья выкладывают. Вот отец Геннадий там выкладывает, другие братья, я вижу, выкладывают тоже в сети. Я там встречаю проповеди. И это очень ценно, очень важно. Знаете почему? Потому что реформация начинается с информации. Потому что люди, особенно молодые священники, знаете ли, которые еще не сильно заквашены вот этой закваской порога лукавства. Которые еще, знаете ли, имеют непрожженную совесть еще. Которые еще думают своей головой. Которые еще хотят что-то изменить в себе, в церкви, в служении. Знаете ли, они задумываются. Я рассказывал в прошлый раз о том, что встречал в Одесской епархии одного священника. Мы общались как раз. И этот священник традиционно, православно на русской церкви, но он сказал так, что он пересмотрел свое служение. Что после всех этих проповедей, что ему доставали верующие, попадались ему в сети, в интернете. Он раньше попорно с сайтом шастал, а потом наткнулся на христианские сайты некоторые, заинтересовался. Бог освободил его от этой зависимости. Бог освободил его от одной из вещей. То есть, когда он стал каяться, Бог его стал освобождать. Он стал молиться и своими словами, не как он был научен раньше, своими словами стал молиться. Ну, 30 лет еще. Но он уже много пережил от Бога в своей жизни. Слава Богу. И он остался в своей структуре еще остается. И знаете ли, он потом говорил, что вот эти многие вещи, что он услышал тогда на семинарах, в записях. Настолько повлияли на него, что он стал в своем приходе не Богородице, не к святым другим умершим. А все разговоры к Иисусу Христу. Ему говорили бабушки, а вот пойдемте там на какой-то источник, допустим, пойдемте там еще куда-то еще. Как раньше они практиковали. А он стал все эти разговоры плавно, нежно переводить к Иисусу Христу. И его прихожане правильно отреагировали. Потому что если священник вам правильно объясняет по совести, то люди правильно понимают. С людьми по-людски люди понимают прекрасно все. И люди не глупые, разберутся. Главное, чтобы священник правду говорил людям, не обманывал. И я Бога благодарю. Я даже этого священника сказал так, что хотя он остается в своей структуре, в своей, но он несет на месте, на своем месте, на своем приходе, несет Слово Божье. И все, даже скажу так, что да, я не во многом, я не понимаю до конца позицию таких людей. Может Бог еще откроет им, может он будет в наших рядах обновленчества. Но, скажу так, что на своей месте сейчас он делает максимально, по максимальную пользу. Но опять-таки, друзья, очень важно таким людям, а таких я много встречаю в прошлое время, иметь общение с евангельскими мыслящими. Потому что кто не любит Господа Иисуса Христа, тот под онафимый. А если мы общаемся с теми, кто любит тоже Иисуса Христа, и мы любим Иисуса Христа, это наша общая любовь, она спасает нас, друзья мои. Потому что если мы ходим во свете, имеем общение с братьями, то кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И даже интернет общения, оно не заметит реального общения, реальной встречи, реальных вот этих переживаний Бога. Слава Иисусу! Я Бога благодарю за это. И, господа, братья, сестры, все присутствующие, пожалуйста, молитесь о расширении реформаторского движения православного. Я молюсь об этом. Время сеяния, у меня внутри такое чувство, я последние месяцы живу этим чувством сейчас. Знаете ли, пониманием, что время сеяния завершается, я не знаю в чем это, может быть это касается отдельных регионов или отдельных стран, я не знаю. Но время подходит это к концу сеяния. И, знаете ли, либо будет жатва большая, либо что-то еще изменится, но что-то должно перемениться вообще. И я Бога благодарю, что Он высылает Своё делатель на жатву Свою. Слава Иисусу! И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Пусть это Слово, оно отобразится в нас, пусть это истина, она переменит нас на самом деле. Истина Божьего Слова. Слава Иисусу! Братья, сестры, давайте помолимся сейчас вместе. Молим, твори чудеса. Мы не получаем порой, потому что не просим, просим, не получаем, потому что не на добро просим. Иаков пишет, мы сейчас на добро просим. Мы сейчас просим по воле Божьей, мы просим по Слову Божьему. Потому что Павел написал однажды к Тимофею такую истину, которая и раньше звучала и в Ветхом Завете, и в других новозаветных текстах. Что Бог, Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И мы будем молиться об этом, чтобы люди спаслись и чтобы достигли познания истины. Те, кто пережил Божье спасение. Отец, Бог и Царь, благословен Ты, Владыка, наш и Господь. Благословен Спаситель наш Иисус Христос, проливший за нас Свою драгоценную кровь. Благословен Дух Святой Утешитель. Благословен Царь наш и Владыка. Благословено Царство Твое, Отца, Сына и Святого Духа. Благословен народ Твой. Благословенны те, кто на самом деле спасены Тобою. И Тебя, Бога Святого, проставляют. Счастливы те, кто знают Тебя. Счастливы те, кто служат Тебе. Это великое благо. Благослови нас, Господь. Боже, и мы молим Тебя по Слову Твоему. Я молю Тебя, Господь, в согласии с моими братьями и сестрами. Аминь. По Слову Божьему. Мы молим Тебя по Слову Твоему, Господь. Ты не хочешь смерти грешника. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог Святой, пусть придет спасение грешников. Боже всемогущий. И особенно спасение пусть придет священникам. Бог всемогущий. Пусть звучит Слово Твое. Пусть священники не обманывают людей, но говорят правду и правду и ничего кроме правды. Пусть Господь провозглашает Слово Евангельское, Слово Живое. Пусть Господь указывает на Тебя, на Иисуса Христа. И пусть в тысячи храмов по всей Руси, матушки, пусть звучит Слово Евангельское, Слово Живое. Пусть Господь священники, дьяконы, епископы, архиебископы, священнослужители разных положений, разных деноминаций. Аминь. Да, чтобы они указывали на Тебя, Господь. Но в первую очередь прошу Тебя за правоостанта священников. Боже всемогущий. Боже, пусть большая часть священников задумывается сегодня, Господь, о том, кому они служат, чему они служат, Господь. И во имя чего они живут вообще. Бог всемогущий. Пусть не слепые, Боже. Занимает эту очень ответственную позицию. Боже, пусть не слепые, Господь, но святые, Боже. Пусть не слепые, но прозревшие, Господь. Люди, в рясах, с крестами, по ногами, на груди, Господь, несут Слово Живое. Живого Бога живым людям. Слава Тебе, Господь. Бог всемогущий, благословен Ты. Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа о Твоем чуде. Как написано в 6 главе Деяния, что многие из священников покорились вере. Бог всемогущий. Многие еврейские священники тогда, Господь, Деяниях, апостолов, они покорились вере. Покорились праведности Божьей через веру в Иисуса Христа. Бог всемогущий. Есть ли что невозможно для Тебя? Нет. Тебе все возможно. Ты всемогущий Бог. Бог всемогущий Бог. Ты, Господь, сегодня совершит чудо в судьбах тысяч священнослужителей. Боже, пусть Господь встрепенутся священники, Господь. Боже, всемогущий, православные первые священники. Говорит, прошу Тебя, Господь, что Ты совершил в моей судьбе, совершил в судьбах моих товарищей, моих друзей, Господь. Боже, врагов, Боже, всех православных священнослужителей и тех, кто благословляет, и тех, кто проклинает. Бог всемогущий. Пусть, Господь, исполнится Твоя святая в воле в их судьбах. Благословен Ты, Те Акаш. Благословен. Пусть Господь придет четкое осознание евангельского пути спасения. Пусть придет четкое понимание, что ни в ком у нас нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, который надлежал бы нам спастись. И пусть тысячи священников взывают не к матери Иисуса, не к другим умершим святым или ангелам, но взывают к Тебе, мой Бог и Царь, Господь, и указывают на прямой евангельский путь своим прихожанам. Бог Святой, благослови нас, Боже, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Благослови. Боже, я прошу Тебя, Господь, о расширении, Господь, обновленческого православного движения, о реформации православной церкви, Боже, и также, Господь, о реформации в других динаминациях христианских, вообще во всей церкви Христовой. Благослови нас, Боже, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Царь Вселенный. Благодарю Тебя за это собрание, благодарю Тебя за церковь, благодарю Тебя за единство, благодарю Тебя за молитвы о единстве христиан, благодарю Тебя о молитве за церковь, Бог, спасибо, что не сектанты мы, сектанты не мы. Благодарю Тебя, что мы молимся, Господь, о всей церкви, о полноте церкви, Божьей всемогущей, и что мы друг друга тягот наносим, и мы не воспринимаем друг друга как нечто чужое, чужеродное, нет, но как единая церковь, единая, святая, соборная и апостольская церковь. Благословен Ты, Царь Вселенный. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И благоставляю вас, друзья, я очень люблю это пение благоставлять благословением Аарону, благословением Божьим, в судьбу каждого из вас благоставляю сейчас, во имя Иисуса Бешем и Ищуа благоставляю, и желаю шалом, сегодня в начале служения отец Юрий сказал шалом ангелам, и сегодня шалом всем ангелам, шалом всем собравшимся, мир Божий, пусть придет в судьбу каждого, шалом Божий. Благодарим Тебя за все. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа.